Скорее всего, они заказывают всегда это с более-менее проверенных сайтов. Я начала искать, значит, в инстаграме. Не нашла. Чтобы раскрыть данное преступление, необходимо сделать просто колоссальный спектр следственных действий. Клиент имеет право вскрыть посылку до оплаты. То есть, получается, общая стоимость фотоаппарата была где-то 42 тысячи уже получалось. Последние годы в нашей стране произошел настоящий бум в интернет-торговле. Онлайн-магазины стали приятно отдушиной для любителей шоппинга. Во-первых, удобно покупать вещи, сидя дома на диване. Во-вторых, такие покупки, как правило, обходятся дешевле обычных. Минусов не так уж и много, я бы даже сказала один. Такая покупка. Настоящий кот в мешке. Что-нибудь когда-нибудь заказывали? Да, постоянно. А в какими магазинах вы пользуетесь? В основном это детские игрушки из My Toys, потом Baby Toys, Wild Bearies, Женская Дежда. Ну да, Ламода. Никогда не было никаких неприятных моментов, когда проходило не то, что... Нет, нет, никогда все отлично было, доставка и качество хорошее было. Какими магазинами вы пользуетесь обычно? Ламода. То есть известными? Да. Никогда не было никаких таких ситуаций, что вам приходило не то, что вы заказали, какой-то обман? Нет. Ну я вообще-то по почте всегда, по этим, по каталогам заказываю, а дочь вот, постоянно ей выписывается. В вашей семье никогда не возникало таких моментов, что вам приходит не то, что вы заказали, или вам вообще ничего не приходит, а деньги уже заплачены, вот такие спорные ситуации? Такого не было. То есть все всегда хорошо? Да, у меня пока все. Нет, заказываю иногда. Ну так, то, что подвернется. А на какой-нибудь вот сайт назовите хотя бы один, которым пользуетесь? Которым Лаурой мы пользовали? А? Все майки. А, все майки. Да. Известный сайт. Вот в основном по размеру они то высылают. А так обманывать вас не обманывали особо? Мы не всегда заказываем, поэтому ничего не могут. Да, очень редко. Ну, любимый Вилберес. Ну и так, ВКонтакте кто-то там создает свои магазины. Приходилось вам заказывать в случайных магазинах, о которых вы ничего не знали? Да. Обманывали вас? Да. Ну, просто выставили одежду очень дешевую, модную. Мне очень понравилось. И я заказала себе на определенную сумму. С предоплатой? Да, с предоплатой. 50%. И потом меня просто заблокировали. Это было в Одноклассниках. Заблокировали меня и все. В наши дни, особенно в труднодоступных регионах, такая торговля помогает хотя бы отчасти решить проблему дефицита промышленных товаров. Если с ассортиментом продуктов питания как-то наладилось, то вот с одеждой, электроникой, косметикой и другими товарами пока сложно. В результате товарно-денежный обмен между потребителями и интернет-магазинами лег на плечи почтовых отделений. Нагрузка, учитывая сложную логистику и небольшое количество сотрудников, легла на них немаленькая. Каждую неделю в поселок привозят сотни посылок, большинство из которых укомплектовано товарами. И далеко не всем клиентам двух-трехнедельное ожидание приносит радость. Данный вид торговли, опять-таки, он новый. И если, скажем так, говорить открыто, то ирсалинцы, и вообще жители Ямальского романа, если заказывают что-то в интернете, то, скорее всего, они заказывают всегда это с более-менее проверенных сайтов. Скорее всего, но, к сожалению, не везде. Бывает яркая реклама с головокружительной скидкой привлекает наше внимание, и мы отдаем свои деньги сомнительным персонажам. Это печально, но обманывают всех, и довольно часто. Просто мы принимаем эти правила игры и надеемся, что у нас все будет иначе. Мы действительно сэкономим и удивим всех своей предприимчивостью. Таких историй только в нашем поселке мы услышали немало. В группе в Инстаграме там была реклама, я открыла и заказала по номеру. Мне позвонили с Москвы, сделали заказ, сказали ждать неделю, управлять первым указом, наложенный потушь и все. Вместе с доставкой посылка обошлась в 4000 рублей. Подозрения коробка вызвала сразу, еще на почте. В коробку такую вот, большую коробочку, вот такая вот. Там должны были быть 12 помад, тени, потом подводка и эти, тени с блестками. В общем, полный набор косметический получается. И когда трясли коробку, поняли, что там что-то маленькая причина. И в итоге, я так понимаю, вот это, да? Да, вот эти вот часы. Первая реакция. Я все сразу положила и убрала просто все. В этой истории, к сожалению, стандартный для таких случаев финал. Виновные не найдены, деньги потеряны. Пришедшая вместо заказа ненужная безделушка отправилась в стол. В магазине тут обращались, писали, звонили, что было. Я начала искать, значит, в инстаграме. Не нашла. Как бы ее вообще уже не существует, эта группа. Все. Чтобы раскрыть данное преступление, необходимо сделать просто колоссальный спектр следственных действий, уголовно-розыскных мероприятий провести. Девушка в полицию обращаться не стала, хотя и поступила умно, сохранив скрины страницы магазина, переписку и фото полученной посылки. Благодаря этому мы смогли провести свое собственное расследование. Выяснили, что вышеупомянутый магазин уже порядочно наследил в сети. О том, что за яркой рекламой скрываются самые настоящие мошенники, на форумах пишут сами пострадавшие. Юридический адрес магазина меняется регулярно, телефоны недоступны. Тем не менее, он продолжает свою преступную деятельность и периодически вкидывает очередную замануху в различных социальных сетях, предлагая косметику, украшения и другие привлекательные товары. Здесь указан адрес электронной почты. Ответим в течение пяти дней. Обращались? Да, обратилась сюда. Ну, все сфоткала, значит, и написала им, то, что вы выслали, не то, что надо. И все. Ноль акций? Ноль. Опять-таки, знакомый, неизвестный сайт. Тоже делаем скрины и сохраняем где-то у себя на компьютере, дабы потом можно было доказать о том, что вы совершили эту покупку. Действительно, вы ее оплатили. И, то есть, каждое ваше действие максимально фиксирует. Девушка признается, что сомневалась в этом магазине, еще когда ждала посылку. Даже думала о том, чтобы не забирать ее на почте, но в последний момент передумала. По словам сотрудников почтового отделения, такое право у клиентов есть. Вы можете, если у вас без проблем, отказаться от покупки товара, если товар еще до вас не дошел, вы его не получили. После получения товара в течение 7 дней вернуть этот товар. Об этом знал и молодой человек, который тоже стал жертвой, только у него совсем другая ситуация. Посылку он упаковывал и отправлял сам. В коробку положил сувенир, подарок другу. Посылку отправил на свое имя в другой город и пришел забирать ее сам. Первое, что смутило, посылку явно скрывали. Вес тоже не соответствовал указанному на упаковке. Так как укомплектовал, ее сам попросил вскрыть. Внутри вместо подарка была обнаружена пластиковая бутылка с водой. Посылку мужчина оставил на почте. В каждом почтовом отделении есть книга жалоб и предложений. По правилам она должна ежедневно проверяться. Также у клиента есть право скрыть посылку в присутствии оператора, если для этого есть основания. Клиент может скрыть посылку в том случае, если не соответствует масса почтового отправления, либо имеются какие-то повреждения на коробке, либо если нарушена скотча лента, перевесть, печать. В том случае клиент имеет право скрыть посылку до оплаты. В этом случае приглашается начальник почтового отделения и составляется специальный акт. Если выяснится, что в посылке чего-то не хватает, начинается расследование. Правда, в этой истории выяснить, куда подевалось содержимое посылки, так и не удалось. Кстати, скрыть посылку также можно, если к ней прилагается опись почтового отправления. Правда, она не всегда используется отправителями. Если ее нет, скрыть посылку вам дадут только после оплаты. Во время съемок программы мне тоже пришлось выкупать посылку с наложенным платежом. Описи в ней не оказалось. Вес соответствовал заявленному. Упаковка не была повреждена. Да, и нет ли там описи вдруг? Ну, сейчас отметка и все нет. А ее внутрь обычно кладут или снаружи? Описи, она обычно внутри посылки или снаружи? Она внутри, но снаружи обычно отметка бывает, с дописью вложения. Где с описью отметки нету. Понятно. Значит, я могу открыть только после оплаты? Не понял. Отправитель. Посылку я в итоге вскрыла прямо на почте, оплатив наложенный платеж. Мне повезло. Фирма и выбрала проверенную. Родимый. Что-то вниз лицом перевернуло. Вот так же было. Работает, все хорошо. Мы не повезли. Даже пока я заполняла бланки и ждала выдачи посылки, со мной печальной историей поделился еще один клиент Почты России. Его постигла неудача при заказе телефона в хорошо известном интернет-моле Алиэкспресс. Нет, я с Алиэкспресс прямо. Там, оказывается, где-то вирус прямо установлен, прямо первоначально где-то был. Так хорошо работает, как только в интернет ходишь. Вылетает. Ужас, ужас. Все. А что сделали с телефоном? Продал. Я пытался. Какой вы честный человек. Кстати, проводила съемку я не случайно. Ответственная служба рекомендует это делать обязательно, чтобы потом было проще доказать свою правоту в случае обмана. Прежде чем вскрыть упаковку и достать этот товар, стараться все-таки видеофиксацию делать. Вы вскрываете этот товар и что действительно все бирки, наклейки снимаете почтой и что в итоге там в этом товаре, открывая коробку, вы видите. Иногда мошенниками выступают не только интернет-магазины, но и физические лица, пользуясь услугами сайтов тематики «Куплю-продам». Такое нередко случается на хорошо известном Авито. И продавцы, и сами покупатели вполне могут оказаться преступниками, и здесь нужно быть на чеку. Наш следующий герой научился на своей ошибке, ценой которой стала сумма в 33 тысячи рублей. Продажа фотоаппарата загадочной покупательницы Мэри Вильямс стала настоящим хождением по мукам. Как будто бы жил у нее племянник в Омске. У нее день рождения. Она хочет купить ему подарок. Но сама она находится в Великобритании, то есть за границей. И готова оплатить всю доставку, стоимость фотоаппарата, плюс там еще сразу же накидывают 120 долларов, а 240 долларов еще сверху. То есть получается общая стоимость фотоаппарата была где-то 42 тысячи уже получалось. Отправиться посылка должна была через транспортную компанию. Бланк об отправке было необходимо отправить мошеннице. В итоге сомнительный банк не смог отправить деньги, сославшись на превышение лимита. Фотоаппарат уже был отослан. 240 долларов попросили вернуть. Дозвониться до получателя не получалось. В этот момент пришло понимание того, что вещь ушла мошенникам. Попробовал навести справки в интернете. Проверка счетов через знакомых работающих в банке показал, что владельцы находятся в Конго, Африка. Племянник, вышеупомянутый Вильямс, оказался вполне реальным персонажем. Данные паспорта действительные, а вот почтовый адрес выдуман. Полиция разыскать мошенника так и не смогла. История героя научила многому и больше, к счастью, не повторялась. Не может нормальный продавец через имейл с тобой общаться. Во-первых, он будет тебе звонить. Это реальный покупатель, он тебе позвонит. То есть ты с ним договоришься и обговоришь все это полностью. И любой покупатель не будет просить ему отправить. То есть если что-то продаешь, то это делается... Всего лучше делать через Почту России. В завершении этой и других подобных историй мы хотим призывать вас к благоразумию и дать вам пару полезных советов, которые помогут вам уберечь свои кошелек и свои нервы от действий интернет-преступников. Во-первых, на сайте должен присутствовать перечень обязательных информационных вкладок. Обязательно выкладываются реквизиты об этом интернет-магазине, кто его владелец, юридический адрес, максимальная информация непосредственно об этом продавце. И, опять-таки, адреса приема претензий, в каком порядке, порядок приема претензий. И также для информативности потребителей порядок возврата товаров, порядок возврата оплаченных товаров, непосредственно суммы. Во-вторых, обязательно ознакомьтесь с отзывами о сайте, оставленными в соцсетях или на форумах. Тому, что написано на странице сайта, верить не стоит. В-третьих, с помощью несложных манипуляций любой из вас может определить, давно ли этот сайт существует в сети и какой репутацией пользуется. Можно проверить магазин на сайте Федеральной налоговой службы по реквизитам. Там вы узнаете об уровне доверия этой компании. Также можно узнать возраст любого сайта, а точнее срок регистрации домена. Это можно сделать с помощью специального ресурса. Соответственно, если магазину безгода неделя, значит отправлять ему деньги лучше не спешить. И еще, не заказывайте в социальных сетях, таких как ВКонтакте, Одноклассники и Инстаграм. Большинство магазинов там фальшивка. Все эти истории для героев закончились ничем. Деньги потеряны, время упущенное, чувство удовлетворения от того, что злодеи наказаны, так и не наступило. Самые упорные доходят до конца, но таких, к сожалению, не так уж и много. Они находят имущество, возвращаются всегда не в полном объеме, так как имущество, которое совершено преступлением, слишком многозначительно. То есть у нас потерпевших по 5, по 10, по 20 человек. Каждому вернуть не всегда представляется возможным. Накладываются аресты, судебные санкции, ограничения, то есть передвижение того-либо имущества. И уже суд при принятии решения, если вносится обвинительный приговор, то есть он устоится, никаких апелляционных санкций не проходит. И уже на имущество, на которое наложено, арест приходит, распродается и равными долями возмещается ущерб потерпевшей стороне. И судя по тому, что вы рассказываете, это же очень длительный процент. Судя по подачи заявлений, может занять и не один год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова